Общее сведение. Рубромикоз – это методическое заболевание кожи, возбудителем которого является грибок тречофитенрабом, чья высокоферментативная активность вызывает поражение кожи стоп, иногда кожей в крупных складках и еще реже рубромикозом поражаются пушковые и длинные волосы. Возбудитель рубромикоза подразделяется на гипсовидного, пушистого и бархатного. Гипсовидный тип грибка наиболее агрессивный и в основном вызывает поражение стоп. Рубромикоз составляет 60-80% всех случаев грибковых заболеваний стоп. По локализационному признаку в дерматологии выделяют рубромикоз стоп кистей в ТЭТ, часть ногтей и генерализованный рубромикоз. Рубромикоз – механизм заражения. Инфицирование происходит при контакте с больным человеком, но ввиду высокой вирулентности рубромикоза заражение через пользование. Общими предметами обихода тоже встречается часто. Применение антибактериальных препаратов, цитостатиков и гормональных лекарств способствует инокуляции возбудителя рубромикоза. Нарушение тонуса сосудов и нарушение кровообращения в нижних конечностях, что случатся при различных заболеваниях, например при облитерирующем. Индортерития способствует обсеменению спорами грибка. После перенесенного заболевания иммунитет к рубромикозу не развивается. Точный инкубационный период рубромикоза не установлен при контакте со спорами грибка может развиться длительное носительство, вследствие чего человек, не имеющий клинических проявлений рубромикоза, становится источником заражения. Симптомы рубромикоза Рубромикоз стоп диагностируют в 90% случаях заболеваний, вызванных грибком Тиар. Рабрум После инкубационного периода одновременно поражаются все межпальцовые складки, далее в процесс вовлекается кожа подошв. Внешне кожа, пораженная рубромикозом, выглядит инфильтрированной, сухой, отмечается диффузная гиперемия, кожный рисунок и борозды. Становятся отчетливо видны, на поврежденной коже отмечается ярко выраженное мукоидное шелушение, более интенсивное в местах кожных бороздок. При отсутствии терапии рубромикоз распространяется на тыльные и боковые поверхности стоп и на пальцы. У детей при рубромикозе стоп может быть эксудация, что затрудняет диагностику. При хронизации процесса рубромикоз поражает ногтевые пластины и диссеминирует на другие участки кожи. Рубромикоз кистей возникает путем самозаражения, реже рубромикоз кистей диагностируют первично. Клинические проявления те же, что и при поражении стоп, но менее интенсивно из-за частого мытья рук. Кроме того, по периферии очагов поражения наблюдается прерывистый валик, который зачастую переходит на тыльную часть ладоней. Рубромикоз ногтей обычно диагностируют при уже имеющихся поражениях кожи, как отдельное заболевание встречается крайне редко. Для рубромикоза ногтей характерно одновременное поражение всех ногтевых пластин. На свободных или боковых краях ногти образуются полоски белого или желтоватого цвета, такие же полоски просвечивают в толще ногтя. При гипертрофической форме рубромикоза ногтей ногтевая пластина утолщена, крошится и ломается, отмечается под ногтевой гиперкератоз. Иногда имеются желтоватые полосы. При атрофической форме ногтевая пластина постепенно истончается и разрушается, и ее остатки сохраняются лишь вблизи ногтевого валика. Иногда ногтевая пластина отделяется от ногтевого ложа. Симптомы генерализованного рубромикоза Генерализация рубромикоза развивается после более или менее длительного существования ограниченных форм заболевания внутренних органов, эндокринной нервной систем, трофические изменения кожи, а также прием препаратов из группы антибиотиков, цитостатиков и гормонов при отсутствии адекватного лечения локализованных форм являются основной причиной генерализации рубромикоза. Эритиматозно-сквамозная форма рубромикоза локализуется на любых участках кожи, сопровождается сильным зудом и маскируется под другие заболевания. Дифференцировать такую форму рубромикоза нужно с атопическим дерматитом, атипичной экземой и парапсориазом. Микотическая природа подтверждается при внимательном осмотре, очаги поражения располагаются группами, склонны образовывать кольца, дуги, полудуги и гирлянды. Гиперпигментация и шелушение от центра к периферии также говорят о микотическом происхождении изменений кожи. Фистончатые края с наличием отечного прерывистого валика являются характерными признаками рубромикоза. Заболевание имеет волнообразное хроническое течение с обострениями в теплое время года. Фолликулярно-узловатая форма рубромикоза характеризуется глубокими поражениями кожи ступней, кистей, голени и ягодиц и предплечий. Элементы склонны к периферическому росту и к слиянию и приобретают внешние сходства с узловатым воскулитом и узловатой ретемой. Если в процесс вовлекается кожа лица, то клинические проявления маскируются под проявление красной волчанки. Рубромикоз тела поражает межягодичные складки кожи под молочными железами у людей с избыточной массой тела и повышенной потливостью. Поражаются любые естественные складки кожи. Очаги поражения инфильтрированы, их поверхность желтоватая, красная или бурая, отмечается шелушение от центра к периферии. Прерывистый фистончатый валик с наличием попол и корочек позволяет дифференцировать рубромикоз тела от кандидозной инфекции и от микробной экземы. Важным диагностическим признаком является отсутствие мацерации, что наблюдается при кандидозе и отсутствие полиморфизма элементов как при экземах. Диагностика клинические проявления рубромикоза, несмотря на мимикрию под другие кожные заболевания, весьма специфичны, поэтому внимательный осмотр пациента позволяет поставить точный диагноз. Для подтверждения диагноза проводится цитологическое исследование патологического материала. Для выявления точного типа возбудителя проводят посев и культуральное обследование, которое также помогает определить его чувствительность к препаратам. Дифференциальный диагноз нужно проводить с псориазом, микробной экземой, туберкулезом кожи и, если поражена кожа лица, с красной волчанкой. Лечение рубромикоза Если на первое место выступает отек и мокнутие пораженной кожей, то необходимо применение местных успокаивающих и охлаждающих гелий и примочек. Нормализация работы кишечника и лечение системных заболеваний занимают важное место в терапии рубромикоза. При проявлении аллергических реакций, в том числе и на вдыхаемые споры гриба, необходимо назначение десенсибилизирующих препаратов. И препаратов, снижающих выработку гистамина, лоратодин, фиксофенадин и другие. После того, как воспалительный процесс стихает, назначают кератолитические препараты, чтобы произвести отслойку утолщенного эпидермиса. Иначе противогрибковые мази будут неэффективными. Мыльно-содовый ванной бронш с помощью скальпеля или ножниц позволяет максимально очистить поверхности от роговых масс. Если пациенты чувствуют боль при ходьбе, то необходимо упользоваться костылями, так как в таком случае повязка с агрессивными кератолитическим веществами не соскальзывает на непораженную кожу. После отслойки утолщенной кожи к терапии рубромикоза подключает обработку кожи и ногтей пораженных участков противомикотическими препаратами. Лечение мазями, содержащими оксиконозол и тербинофин, длительное от 1 до 6 месяцев, после чего необходим перерыв и, если необходимо, продолжение терапии. Для общего курсового лечения назначают те же препараты внутрь, в таблетированных формах. При рубромикозе гладкой кожи отслойка эпидермиса не требуется и сразу начинать терапию противогрибковыми мазями и препаратами для приема внутрь. Рекомендуется соблюдать диету с преобладанием белковой пищи и продуктов, богатых витаминами А и Е, для улучшения регенерации кожи. Лечение сопутствующих заболеваний проводят в фоновом режиме. При терапии рубромикоза ногтей используют противогрибковые пластыри и лаки для ногтей и препараты, в набор которого входит мазь пластырь и скребок для ногтей. В некоторых случаях требуется хирургическое удаление ногтевой пластины. Процесс лечения рубромикоза длительный, а потому от пациента требуется терпение и полное соблюдение приема препаратов, так как нерегулярный. Прием таблеток и нерегулярное местное лечение лишь вырабатывают у возбудителя рубромикоза устойчивость к лекарственным веществам. Ежедневная смена нательного и постельного белья и его стирка с добавлением соды и двойное проглаживание помогает уничтожить споры. Рубромикозы предотвратить повторное инфицирование. Больной рубромикозом должен иметь отдельный предмет обихода и избегать прямых контактов со здоровыми людьми.